Антон Павлович Чехов Хамелеон Через базарную площадь Идет полицейский надзиратель Очумелов В новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой С решетом доверху наполненным Конфискованным крыжовником. Кругом тишина. На площади ни души, Открытые двери лавок и кабаков Глядят на свет Божий уныло, Как голодные пасти. Около них нет даже нищих. «Так ты кусаться, окаянная!» Слышит вдруг Очумелов. «Ребята, не пущай ее! Нынче не вельно кусаться! Держи!» Слышен собачий виск. Очумелов глядит в сторону и видит. Из дровяного склада купца Пичугина, Прыгая на трех ногах и оглядываясь, Бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой, Крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, Падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий виск и крик. «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, И скоро около дровяного склада, Словно из земли выросший, Собирается толпа. «Никак беспорядок, ваше благородие!» Говорит городовой. Очумелов делает полуоборот налево И шагает к сборищу. Около самых ворот склада, Видит он, стоит вышеописанный человек В расстегнутой жилетке И, подняв вверх правую руку, Показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его Как бы написано «Уже я сорву с тебя, шельма!» Да и самый палец Имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов Узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, Растопырив передние ноги И дрожа всем телом, Сидит на земле сам виновник скандала. Белый борзой щенок С острой мордой И желтым пятном на спине В слезящихся глазах Его выражение тоски и ужаса. «По какому это случаю тут?» Спрашивает Очумелов, Резаваясь в толпу. «Почему тут?» «Это ты зачем, палец?» «Кто кричал?» «Иду я, Ваше благородие, Никого не трогаю!» И начинает Хрюкин кашляя в кулак. «Насчет дров с Митримитричем!» «Вдруг это подлое ни с того ни с сего запалится!» «Вы меня извините, я человек, который работающий, А работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, Потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну. Это Ваше благородие, И в законе нет, чтобы от твари терпеть. Ежели каждый будет кусаться, То лучше и не жить на свете!» «Хорошо», — говорит Очумелов строго, Кашляя, шевеля бровями. «Хорошо». «Чья собака?» «Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, Нежелающих подчиняться постановлениям. Как оштрафует его мерзавца, Так он знает у меня, Что значит собака и прочий бродячий скот. Я вам покажу, Кузькину мать!» «Елдерин обращается надзирателем к городовому. Узнай, чья это собака и составляй протокол. А собаку истребить надо, немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака?» — спрашиваю. «И откажись генерала Жигалова», — Говорит кто-то из толпы. «Генерала Жигалова?» «Сними-ка, Елдерин, с меня пальто. Ужас, как жарко». «Должна полагать перед дождем. Одного я только не понимаю. Как она могла тебя укусить?» Обращается Чемелов к Хрюкину. «И что она достанет до пальца? Она маленькая. Ты ведь вон кого издоровила. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, А потом пришла в твою голову идея, Чтоб сорвать. Ты ведь известный народ, знаю вас черти. Он, ваше благородие, цигарка ей, в харю, для смеха. Она не будет дурой тяпней. Здорный человек, ваше благородие. Врешь кривой. Не видал, так стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин, И понимают, ежели кто врет, А кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано. Нынче все равны. У меня у самого брат в жандармах, Ежели хотите знать. Нет, это не генеральское, Глубокомысленно замечает городовой. У генерала таких нет. У него все больше легавые. Ты это верно знаешь? Верно, ваше благородие. Я сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые. А это черт знает что. Ни шерсть, ни вида, подлость одна только. И такую собаку держат. Вижу вас ум. Пободись, я такая собака в Петербурге или в Москве. Знаете, что было бы? Там не посмотрели бы закон. Моментально, не души. Ты, Хрюкин, пострадал, И дело этого так не оставляй. Нужно проучить, пора. А может быть, и генеральское, Думает вслух городовой, На морде у нее не написано. На Медне во дворе у него такую видел. Вести ему генеральское, Говорит голос из толпы. Надень-ка брат Елдырин на меня пальто. Что-то ветром подуло. Знобит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она, может быть, дорогая. Это же каждая свинья будет ей в нос Сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака нежная тварь. А ты, болван, опусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам виноват. Повар генеральский идет. Его спросим. Эй, Прохор, Проди-ка мило сюда. Погляди на собаку. Ваша? Выдумал. И таких у нас отродячь не бывало. И спрашивать тут долго нечего, говорит Очумелов. Она бродячая. Нечего тут долго разговаривать. Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая. Истребить, вот и все. Это не наше, продолжает Прохор. Это генералова брата, что на Меднись приехал. Наш не охотник да борзых. Брат ихний охотчий. Да разве братьцы ихний приехали? Владимир Иванович спрашивает Очумелов. И все лицо его заливается улыбкой умиления. Ишь ты, Господи, а я ведь не знал. Погостить приехали. Да в гости. Ишь ты, Господи, соскучились по братцам. А я ведь не знал. Так это ихний собачка. Очень рад. Возьми ее. Собачонка ничего себе. Шустрая такая. Цап этого за пальцы. Чего дрожишь? Сердь шельма. Цуцик эдакой. Прохор зовет собаку. Идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным. Я еще доберусь для тебя, грозитый Мачумелов. И запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.